Прежде всего с праздником и сегодня 74-е годовщина, но прежде чем наставить 75-е годовщину общей победы в осени этого года, мы вместе отметим 75-е годовщину освобождения Риги 13 октября. И это будет также очень значимый день и очень большое событие и для Рижан, и для Латвии, и для России, и для всех союзных республик и народов, которые совместно победили фашизм. А 75-е годовщина, значит, и есть, конечно, магия цифр, есть какая-то, наверное, нумерология. Не знаю, вне зависимости от даты, это событие не девальвируется со временем, хотя и пытается его переписать, отредактировать. Это ничего не получится, это такое нелепое занятие, но, тем не менее, попытки такие существуют. Мы эти попытки не то, что не поддерживаем, а мы сделаем все для того, чтобы эти попытки оказались ничтожными и тщетными. Для вашей семьи День Победы? Для моей семьи День Победы – это мой отец, доброволец с июля 41-го года, моя мать, которая пережила блокаду, работая в военном госпитале медсестрой, моя бабушка, которая погибла в блокаду, мой дед, который пережил блокаду, ну и всех даже родственников перечислить сложно. Сейчас всеми находится петиция о сносе памятника. Вообще, чисто юридически возможно ли это? Вы знаете, я не хочу говорить о том, что в юриспруденции все возможно. Это может быть и так. Творчество всегда существует. Но существуют межправительственные соглашения, которые соблюдаются. И я должен четко и ответственно подтвердить, что позиция МИДа Латвии по поводу защиты памятников времен Великой Отечественной войны и мемориалов и захоронений находится в полном соответствии с этим соглашением. И мы получаем заверение от наших партнеров, что именно таким подходом они будут руководствоваться с сохранением и буквы этого соглашения. Но ряд юристов говорит о том, что здесь нет сохранений. А молодые, значит, это и не подходит. Я как раз и сказал о том, что и монументы памятные, памятные знаки, вне зависимости от того, установлены они на конкретных сохранениях, то есть на могилах, или созданные в качестве мемориала какому-то общему результату, общему делу общей победы, они также подпадают под это соглашение. И МИД Латвии с этим согласен? Да, абсолютно. А 7 Латвии может иметь отличную от МИД позицию? Знаете, я никогда не занимался политикой и уверен, что любой законодатель имеет право вообще иметь любую позицию. Вопрос в том, чтобы эта позиция была здравой, конкретной, полезной, но это уже судить избирателей. Ну и, наверное, не противоречит международным соглашениям. Ну, это само собой. Ну, я думаю, что здравый смысл восторжествует. Я хочу цветы у памятника. Спасибо большое. С Днем Победы. Спасибо вам. С Днем Победы. С праздником. С праздником привет.